Богородицу верующие всегда считали своей главной покровительницей, а сегодня о ее заступничестве молились особо усердно. Ведь по преданию, именно в этот день Матерь Божья накрыла своей ризой нуждающихся в защите. Событие, в дальнейшем послужившее поводом к установлению праздника, произошло в 910 году. Когда к Константинополю подступили войска варваров, священники города, опасаясь расправы над жителями, стали дружно молиться об избавлении от врагов. И считается, что именно тогда будущему известному христианскому святому Андрею Константинопольскому в храме явилось видение. По преданию, он увидел в небе идущую по воздуху Матерь Божью, которая распростерла над молящимися свое покрывало. После этого сарацины отступили, и Константинополь был спасен. Праздник учит нас тому, что мы должны никогда не унывать, а с особым упованием призывать Матерь Божью во всех скорбях и во всех бедах своих, поскольку знаем, что Матерь Божья не оставляет никого из нас без своего покрова и за своего заступничества. Утренний ливень не помешал верующим прийти в храм. Михайло-Архангельский собор был полон. Как обычно, это бывает великий праздник. Мы говорим, царица моя приблагая, надежда моя Богородица, покрынь нас от всякого зла, честным своим амафором. И настолько возрождается духовная жизнь. Господь нас очищает в болезнях. Покров день особо почитает и казачество. 14 октября – день Азовского сидения, общеказачий праздник. К тому же, именно в этот день запорожским казакам было объявлено переселение на Кубань. Связано с покровом и многонародных традиций. Этот день считается рубежом, когда встречаются осень и зима. На Руси его считали первым по-настоящему осенним праздником. С этого дня начинался и свадебный сезон. Традиция жениться на покров, судя по количеству регистраций в ЗАГСе, не сохранилась. Сегодня в Сочи узами брака себя решили связать лишь 18 пар. Для среды, отмечают специалисты, это не предел. Вообще, праздников, посвященных Богородице в православном календаре – десятки. Очередной – день Иверской иконы Божьей Матери. Его верующие отметят 26 октября. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.